Сейчас посмотрим, как автор? Я четвертый. А, значит, вам нужно здесь торслевую искать, а там? И стишок, конечно. А стишок маленький, да, стишок не надо? Я просто, чтобы настроить камеру, чтобы их было видно, а то если они будут спеть, то их не будет здесь. Здесь, значит, будут? Это что? Может, какой-нибудь поставим? Пробудем. Пробудем. Да? Еще одна. Ой, будет хорошо, наверное. Хорошо. Я хочу сидеть на селе. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то. Песни. Вы Людмила? Лариса. Лариса? Да. У меня погрызли комары, я вся просто расписала. Где это? В Кривграде меня так сажали ноги такие. Башка, вам как удобнее сидеть? Нет, все, я вот что. Мне писали слова Татьяна Хатиной. Узаработок ПТС, она сейчас массаживает. Так, как фамилия? Орлова? Нет, я ее не говорю. А, Татьяна Хатина. Татьяна Хатина. Татьяна Хатина. Татьяна Хатина. Ах, кажется. Мужка моя. Угу. Угу. А стих, а стих это не вам? И это его? Нет, а стих... От Кослевой. От Кослевой. Вы нам простите, но потом нечего сходить не туда. это не возбраняется и где и где стихи где стихи смотрите давайте у нас вы поете отраслевая песня на том как автор выступаете и стихотворение я еще бабушки это да это были филаре нас Расправил город молодые плечи Над нашей тихой чистой рекой И зажигает окна каждый вечер Тот свет добра, что дарит нам с тобой Деснокоск, свет твоих фонарей Деснокоск, город верных друзей Тепу дружеских встреч мы сумеем сберечь Деснокоск, Деснокоск Ты так красива, Марина, в их закатах Ласкает солнце окна этажей Стране необходим твой мирный атом Ты создан для добра и для людей Деснокоск, свет твоих фонарей Деснокоск, город верных друзей Тепу дружеских встреч мы сумеем сберечь Деснокоск, Деснокоск, деснокоск Твой новый храм, как песня, вознесется Голоколом сольется динозон Деснокоск, 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 деснокоск Спасибо Спасибо Деснокоск, деснокоск, деснокоск Деснокоск, деснокоск Нет, радость, оно очень хорошо подходит Потому что тепло, там другое ударение Там нет Тепло, дружеских встреч Тепло, это второе ударение А радость, это первое ударение И поэтому, понимаете, когда музыкальная строчка сохраняется А так она... Не стала трогать автора, как бы, да Нет, а что, это же песенная редакция Одно дело на бумаге читать А когда ты это произносишь, явно, что, получается, не здорово Прямо, ну, оба, да? И вот тут тоже, вот, что она почему-то, а как с тобой еще мы взорвем? Может, а как, как еще с тобой мы взорвем? Ну, как, получается, не смысленно А как с тобой еще мы взорвем? Ну, только вопрос хочется поставить Вот, знаете, вот, мы здесь поставим Вот, мне очень понравилась, как раз, эта редакция Она же без претензий Песня, понимаете, такая, абсолютно, вот, она такая вот Сильно, может, не поменяет, смысл не поменяет Да, а вот эта теплодружеская встреча Это, как раз, как раз, разберет И тем более, она постоянно повторяется в референном И каждый раз на ней, на ней, это самое, пушки спотыкаются Так, получается, а... Да, или нам, мельцы, поется Ах, как еще с тобой мы взорвем Ах, а не Ах А как с тобой мы взорвем, это никак Вот Ах, ну, хотя бы вот так вот Хотя бы, да, да Хорошо Первое, по-преподому Да, да, да Смогут подумать еще А может быть, подумайте, и вы подумайте Да Вы же Ах, ну, вы же Ах Вы имеете право Вы же не в политический текст, понимаете Вот я, например, знаете Очень-очень хороший пример Я не буду себя приводить, а приведу Александра Андреевича Булова Когда он «Размытый взрыв» эта песня «Размытый путь» и «Размытый путь» и «Размытый путь» и «Размытый путь» Не слышали, да Блестящие песни Очень рекомендую послушать Александра Андреевича Булова «Стятственно небесное» на стихе Рубцова Он не просто там слова менял Он размер поменял даже, понимаете Он старался Чтобы сделать песню Да У него был как бы вот Мелодический нагон Мелодические решения Вот скажем так Мелодическое решение было Вот это состояние, которое в этом стихе есть И он это состояние взял И под него надо было Я помню, когда я первый раз читал Рубцу Я смотрю, наткнулся на эту жизнь Думаю, о, это же Сашина песня, да? А я не знал, как бы, чистить Я песню знаю, да, что там, чего И про себя столбить Он и не получается А почему не поется? А у него поется, а у меня нет И вдруг оказалось, что он И там размытый путь Кривые тополя А он вставляет И вдаль кривые тополя Причем очень хороший такой Размытый путь И вдаль кривые тополя Да, 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 да Был поздний час от лёда И вот он расширил на целый такт И вдаль даже Два такта Да И вдаль Да? Вдаль и вдаль, да Да, и вдаль кривые топа То есть это по поводу того, как с текстом работать Это он в поэзию там получается Да, да, да А здесь песен и текст просто изомсловатый Абсолютно, да И поэтому здесь никто Никто, как бы, никаких Не должен иметь претензий Обижать им должно Да Так Ну, конечно, я у вас не спою свои песни Ну, спойте свою И там споете Да, спойте в новольстве Да Ой, нет Нет, мы можем, в принципе, родным Мы там, мы ебаться не будем, как бы Ну, хотя А потом нет, наверное, нет, потому что Меня ждут, наверное, бабушки-то подыграть Ладно Я могу неизменить Спасибо, спасибо Спасибо То, что она изменяет Я взяла Паралосы Да, да, да Конечно Так, не забудьте Да Пинжик Да, это помни, пинжик Вместо Сейчас Вот, вот На На Третий Это и слова Альбурские ваши, да? Ну, да А как называется? Так Оно две было? Нет Кантоварский залив Кантоварский залив И картошка Кантоварский залив Кантоварский залив И картошка И воздух пахнет И воздух пахнет Йодом и здоровьем Сидим мы в гараже И кофе дьем А лодочный гараж Парамезон седает Нам солнце заглянуло За дождем И дочь сказала Ну, мне, пожалуй, хватит Я, может, навещу вас завтра днем Шумели волны Про морские мили Про глубину и про свои дела А чайки эти сплетни разносили И на плыве косились высока На верстаке блесна Соседка кружки Анимометр дружен С поплавком И мы такие же разные снаружи Но в чем-то даже близкие нутро И мы такие же разные снаружи Но в чем-то даже близкие нутро Уключена хугарюма Сохнут весла Мотор всем показал свой хитрый вент И маха пятьдесят Слышь не подводит А только иногда слегка шалит Все мелочи треской пропахли руки А черники не отмыт загад Облака скалы, сосны, сопки Души восторга не понять, пожалуй Облака скалы, острова камня Черника и грусника Порошка-постеника Души восторга не понять, пожалуй Здесь заповедна каждая тропинка Есть даже очень древние лабирицы И люди наши северные люди Которыми Господь так дорожил Я каждому пожму, прощаясь руку Хороший день мы прожили, друзья А дома засыпая буду видеть Как волны пенятся в килюаты звенят А дома засыпая буду видеть Как волны пенятся в килюаты звенят Морская зарисовка хорошая Там, если текст был, то там можно было бы даже показать Неточности в рифме есть, конечно А вы без теряда К сожалению Что вам сказали? А еще сказали, что отраслевая у вас поэзия Идет на то, где? Не знаю У нас просто вот перечислим Что же вас гоняет-то так? Давайте у нас Давайте вы у нас будете Садитесь, а мы вас допишем просто И потом, если что-то где-нибудь, где вас не было Вычеркнем там А здесь у вас будет Садитесь, отдыхайте Потому что что-то не понимаете Поэзия, поэзия И завтра без обращения просто Какой-то И мы завтра без обращения Я за организаторов приношу извинения Потому что мы Вот есть список Извините, мы и вас Про картошку А кому суббота для похмелья Кому суббота для гостей Кто-то спешит по магазинам А кто-то мнет свою постель Дети бодро шагают в школу Месяц сентябрь Уже на дворе А то ли Огромное поле картошки В эту субботу Досталось мне Закатал рукава Поплевал рукавицы В взглядом Покинул нервный квадрат Звякнул ведром Потоптался на месте Немного, в чем же я виноват Качемлона Не растет на деревьях Не лежит на леду Как арбузь на бахчеле Словно сокровище Спряталось где-то От глаз любопытных В подземной стране Словно сокровище Спряталось где-то В острых сорняках И высокой траве Закатал рукава Поплевал рукавицы Взглядом Окинул нервный квадрат Звякнул ведром Потоптался на месте Небо Ну в чем же я О, что-то я это Решил это Ничего страшного Давайте еще Вспоминайте Вспоминайте Ничего страшного Ты улыбился Сначала Я тоже не могу В середину В субботу Для похмель В субботу Для гостей Кто-то спешит По магазинам А кто-то Мнет свою постель Дети бодро шагают В школу Месяц Сентябрь Уже на дворе А поле Огромное поле Картошки В эту субботу Досталась В нем Закатал рукава Поплевал рукавицы Взглядом Окинул нервный квадрат Закнул бедром Потоптался на месте Не было В чем же я виноват Почему она Не растет на деревьях И лежит на леду Как арбуз на бахче Словно сокровольща Спряталась где-то В глазу попыкнув В подземной стране А словно сокровольща Спряталась где-то В густых сорняках В невысокой траве В землю пошли Встыкая ломанду Одной рукой Тянул за ботву Тоже сего На свет появляется То, что родилось В этом году То, что баюкала Бабушка солнца То, что боили Братья дождей Держу В аккуратном ладошке Картошки чумазенькие Круглышки Держу В аккуратном ладошке Вот руки копают Ноги копают А в голове Философии прут Хоть и не видно И даже не слышно Только это тоже И труд Картошка И это картошка Попроще Это помельче А та покрупнее Это смельцовая А та здоровущая В общем, похоже на все Как у людей Это смельцовая А та здоровущая В общем, похоже на все Как у людей 103-я грядка Нет, там осечая Зато он забор А шеренга мешков Будет спина Высоковулька Хотя в ней нет Никаких проводов И падает пот И поют в хороводе Довольные жизнью Вокруг ковары А я собираю Золото клубней Весенних трудов Пожинаю плоды А я собираю Золото клубней Весенних трудов Пожинаю плоды Сяду в машину Выжму сцепление Углянусь Это было в последний раз Перехожу я На макарон И хватит писать Картофельный вальс Падает мысли Как желтые листья На поле пустого И руль не подрад Суммой В рецепе Трясаться Картошки Я самый счастливый Я еду назад Суббота В рецепе Трясется картошка Я самый счастливый Я еду назад Спасибо Вас Сергей зовут Сережа Замечательное Философское Произведение Но совершенно Музыкально решено Не туды Вот Сереж Вы понимаете Я все время Пытался То что вы написали Музыкально Отодвинуть Чтобы услышать текст И когда я услышал текст Это блестящее Как бы это сказать Я не знаю Что это такое Но это вот Оно же состояние Философское Как басня даже В Картошке Она длинная получается А неважно А вы хотите Быстрее от нее Избавиться Это зря Она очень вкусная Внутри Текстовая И текстовая И философская И вам подходит Очень И она под ваш образ Очень хорошо Подложилась Очень хорошо Подходит Спасибо Вы попробуйте Другое решение Музыкальное Действительно Она очень Интересная И она новая И она новая Вообще Вы понимаете Это вот Как бы такое В ней Вот есть Единственное Что у меня Проблема В музыкальном Планице Ну а потому Что поперек Здесь сложится Музыка Я не услышу Я не слышу Там Философский Философское Хорошее Размышление Понимаешь Вот видишь Сразу Человек Представляешь Так У того же Не прыгите На поле Это превращается В философский Труд Я не знаю Что Может чуть медленнее То есть Смотрите Но не то же Медленнее По другому Литмические Вот Все успевают Смотрите Был бы текст Ну музыку Не знаю Ну да Я имею ввиду Что они Не так Алдук Молодец Ну что бы хотел Проговар Ну что бы Текст был Чтобы дух Был слышен Даже не текст Понимаете У вас там Главное Не в тексте А в душе Вот это Очень важная вещь Понимаете Вот бывает Красивый текст Там И складный И такой А духа Нету А здесь Есть дух А вот Передать его Мне приходится Мне вот К него Пролираться Вот туда Понимаете А этот дух Такой ранний Он Вот 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 Я вижу Человека Похожего на вас Но у меня Это тяжело и есть Да То есть Похоже на нас Который идет И собирает И вот он такой А в песне Такой Понимаете А там Дух Вот Вот Это Того Чего Очень Воногих Вещах Нету А у вас Дух Есть Понимаете Это Великая Вещь Вам Спасибо Вам Продолжение следует Выступления Вот он Сергей Мы с одного Гордая И он Говорил Господи Куда Сосреди Я ему сюда Весь вечер Говорю Ты к нему Не приплеивайся Другой А он Всегда Всех Слушал Какие Все мастера Как Все играли Замечательно Что-то есть Настоящее Да Саша Очень Хочешь Могли Попасть На фестивале Пропытаться Духом Мы Пьем Что-ли Настоящий Было Чтобы Тут Не важно Умение Или Умение Хочется Настоящего Уже Чтобы Оно Было Нежиток Чтобы Не пластмасса Была Там Понимаете Он должен был Попасть Сюда Посмотреть Другие Как пишут Послушайтесь Как я сам Понимаю Ему надо Было Сюда Попасть Нет Капарин С 73 Год Да Хороший Человек Прошу 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 Николай Пригулов Полярная Зори Польская Огрессия Прошу А написано А Смотришь Николай Спасибо Вы автор? Автор Вспомни Сарикова Да это Ваша Тарья Какие Вы песенки? Какие У вас Вы песенки? Вот Я хотел Спеть Зори За Полярной Песня Своей И А вторая Бородкина Возьми Единственное что я хотел задать вопрос Скажите Иметь ли это какое-то значение Что Как я знаю Я не был на прошлом фестивале Здесь была Была моя коллега Света Савельева Она Говорят Что она мою песню тут спела В том году Номинацией Исполнитель Не имеет значения Вы имеете право Могу ли я в этом году Спеть ее как автор Исполнитель Как хозяин Я к честно говоря Ни разу никому не дел В фестивале Конечно Можете Да как Какие вопросы У нас бывает И типа песня Слышки снимают Мы уже песню поем В одной части Да Да Чем меньше формальность Тем лучше Единственное что С товарищем у нас получился Единственное что У нас просто У список нет у наших Да Ну это Да Кольчики Да эти Печки Да Да В этом незаметно День мячается И рассветы незаметные Город потихоньку просыпается С добрым утром Зори заполярные Пойду на балкон С горячим чаем Я Закурю тумана Холоток Слушая бакланов Крик отчаянный Делаю я Золотком Глоток Вот рыба Придет с тяжелым коробом Творник Вяло-шарко Ятый метлой Было бы Наверно Очень здорово Пригласить Однажды К себе Домой Закружили Хоровод Автобусы Сонными Трудягами Внутри Самую Опасную На глобусе Делают За работу Все они В городах Приморских И промышленных Те же люди Те же адреса Но нигде Не видел И не слышал я Ни туманов Ни бакланов Как в зорях Полярных В городах С высоким Содержанием Ценностей Культурных И земных Трудно Оставаться Северянином В том числе Тем, кто Родился в них Редом Незаметно День Кончается И рассветы Незаметные Город Потихоньку Просыпается С добрым Утром Зори Заполярные Зори Хорошо Я бы только на жену Если там В серенке песни Говорят Почти наверх Не стала бы уходить Она такая Спокойная песня А, да Свою сторону Не надо Я тоже не осенью Кто-то Бухай Она такая Спокойненькая Теплая песня Когда Когда есть Внутренний строй Такой А тут Как бы Идет Извините Да Хачат Развешняя Песня поломалась А песня Как колесик Оно и катится И человек с балконом С чаем Там Опять же Аромат Все натуральное А тут Натуральность Понимаете Такая Закружились Свою поработу Я все делаю Самую опасную Работу У всех Да Очень хорошо Пару Шесть тысяч Ну да Это Наверное Чем меньше Там будет Вообще На воротах Она такая Достоверность Знаете Как у Йора Кукина Вот у него Кукина Знаете Да Вот У него Да Вот это У него Вообще Есть такая Предельная Достоверность Ну там Геолог И дышишь И дышишь Этим Вообще А если Вот это Даже в конце Этот хвостик Не надо Вообще Просто Спойте Просто Как от первого До последнего Куклета Она так Упс Укруглилась Все Она так Там Что швачит А то навек Уходите Уже Как будто Ну как Наконец А еще Яблочко Ну а то Не надо Она такая Она натуральная Как в полозочки Едете А второе яблочко Очень хорошо Спасибо 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 Вторую Вторую Братину Да Она шуточная Написала Давно Еще будет Совсем Очень пьяный Буратино Шел по полю Дураком Злые люди Буратино Дали Тумаков Отобрали Азбуку Деревянным Пьем Обозвали Очень пьяный Гурантино Шел В печали Время Вечер Уж Смиркалось Дождь В лицо Христал Буратино Шел Шатаясь Тихо Размышлял Но какая Жи я Свинья Как подвел Отца Папу Карла Хорошо Бы Но нельзя Утопиться Там вроде Парень Неплохой Мог бы Славно Жить Ведь Не каждый Карапаса Может Победить Только сказки И для Детей А реальность Так Некрасиво Под пустом Свернувшись Спал Куратино Под пустом Свернувшись Спал Куратино Спасибо 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 Первая Вообще Как колесико Вторая Конечно Другой Имеет Нагрузку Если убирать Мы с одной Должны пропускать Первая Очевидная Да? Да А скажите Чем плоха Вторая Можно воспользоваться Вашим Можно воспользоваться Вашим Вы понимаете Вот если бы был бы с текстом Текст Был бы По тексту можно говорить А так Как бы она сделана Мы же можем только о фигуре Как же называется Продукты двоих Она более размытая Какая-то Она придумана Да Она более размытая Какая-то И она несет себе вот такую Ну как вот целостность Она не такая целостная Как первая Нет Но она Это придумка Понятно Как бы человеческая жизнь Там Вот мне понравилось Там вот Где-то вот И нельзя утопиться Вот это вот Хороший момент Такой Да Как бы понятно А вот по тексту Вот как бы Ну это знаете Для театра Такая вот вещь Которая Понимаете Должен быть сюжет И в конве этого сюжета Это вот Знаете Я могу это говорить Мы с Кимом Очень в теплых отношениях Да У нас с ним на пару бывают и концерты И все И я с ним всегда борюсь В каком контексте Он часто Он часто Много песен Из театра Вставляет в свой концерт Я ему говорю Юлечек Не поете Вещи В контексте Концерта Это не концертные Вот есть театральная канва Да Вот там они хороши Когда ты просто Исполняешь ее Как номер в концерте Да Просто отдельно Без контекста Когда нет Перед Входа Песни Выхода Из песни Ну Прищепленно Я понимаю Что полезным взять свой репертуар Вот так переписать И Поставить Разделить его на две части Галочками Это театр Это я Это я Это я Это я поехал на фестиваль И там Вышел на сцену Ну да Самому собой работу провести Да Да Потому что у меня все время Проблема Знаете Репертуар Когда пишешь давно Что петь Где петь Когда Собираются все Друзья Чаще всего Мало же выступлений Да Получается А друзьям Это нормально Неправильно Жалится вообще все И особенно Большин всем Масим нравится Более Развлекательного характера То есть Ему хочется И подпеть И посидеть И посмеяться И как правило Сыграть Не всегда То Что нравится Большинству У себя Заведите в себе внутрь Прислушайте к себе И Сами подумайте Что если бы вы сидели вот здесь А не наоборот Чтобы вы сам себе спели Тому Кто сидит за столом Который вас слушает Первый раз Тем более Да Чтобы вы сами себе спели Так Тем более Понимаете Она Как бы такая Театральная философская песня Театральная философская Вот она Хорошо была бы В контексте театра Спектакля Да Вот этого Как отдельно Она не настолько нагружена Эмоционально Понимаете Чтобы Ну да Я шел Ну что же Как Как Там Много эмоциональной На полностью И эта вещь Как бы может существовать Отдельно Как рядовой романс Такой А здесь она такая Игровая Театральная Песня для персонажа Ну мне так кажется Да Конкретно Песня Буратино Мне так кажется Ну Песня для персонажа Это тоже только вкусовщина Мы тоже только два человека Которые сидят у вас за столом Когда мы сидим И общаемся Ну мы сейчас Те самые Да Те же самые Люди Которые Мы одни из тех людей Решения по мне Какие-то уже приняли Все Вот Мы сейчас еще Подведем итоги Но если Как бы Если песня Зори Зори точно Обязательно Она здесь Должна получать Что повлияло Это от польской атомной электростанции Не от нас Не от нас Вам больше Сувенея Сувенея Я хотел дождаться Чтобы прошла формально Спасибо Как же я люблю Получать сувенея Спасибо Не прощаемся Спасибо Завтра обязательно Приходите на лекцию На мою Конечно Это важно Конечно Конечно Это философия Жанра И Речь будет В действительности Там все Мифология Мы везде ходим И в частности Вам Как раз И многие ответы На ваши вопросы И строительство Русского ума Вообще Что такое песня То есть В действительности Вот сейчас Ладно Я сейчас В общем Вам это нужно По работе Я Журналист На телевидении Атомной станции Из своего Один Тем более Вам нужно Это будет Обязательно И чтобы важно Вам приятно Что вы тепло Относите к своим Собратьям Писающим Видите Как вы Про Сергея Это Приятно Когда Люди Рядом Живут Одно Дело Делают У нас Маленький фестиваль Проходит Мы Дали Клич Как Гребеночка По Атомной станции Он Подсознательно Подсознательно Отложилась От Высоцкого Он Очень любит Высоцкого И Вот Он Песня Слышал Но Я Музыкально Слышал Она Теплая И Теплая Странненькая Может Странненькая Что Должно сельско-студенческого сельско-сельско но как будто человек из города в селе только уже зрелого мужа который потяготили но при этом он вдруг увидел чудо и при этом солнце на ладони вообще вот там дух солнца на ладони действительности вот его надо оказывается добывать это солнце из земли на вот этот момент у меня поразил вообще действительно хорошим то есть поразил да вот это вот маленькое откровение которое это вот и строчку кропаешь ради мелкого чуда вот мелкого но о себе говорит с иронией и она вот она вот это вот этот дух у нас умел передать туда лезть со своими музыкальным воспитанием просто страшно его трогать он даже как-то сидел вчера как и что-то тренироваться сейчас все испортится сейчас натренируется сейчас научится сейчас учусь и выдумает такое ледика и уйдет вот это вот его вот какой он взялся там у него есть вот в этом о я откажется понял чего там есть у него на ближайший аналог который я слышу андрей платоновская что-то есть там чудо добываешься который вроде бы чудо-нибудь там нет чем темно тяжело не прощаемся здравствуйте ну девчина откуда ну извините что мы вас так обозвали я хочу попробовать петь песню недавно озвучить стихи не думай не думай есть рыба в лед есть медовая гипа мне птицы мелькают из моря до рыба у них новостей удивительных гипа и терпит их вам многолапая алипа весенние ночи прозрачные июны алипа как липа и только в июне беспечно в июне она засветает и сладостный воздух под листьями тает есть липовый мед есть медовая гипа но не подпускайте к ней урию гипа он высосит злоты он дерево спит он весь чудо-действенный дом обессит есть липовый мед есть медовая гипа и ствол у непрям без особого скрипа и корни у ней недоступные с глазу поскольку никто их не видел ни разу вальт либо тенью под липа и сенью художник от зноя спасается ленью и мысли приходят ему такого типа что светится медом зеленая гипа а-а-а-а! спасибо что угодно теперь это не чувствуется на самом деле спасибо а вторая письма в общем она слышит про нашу страну и волга стихи она авторской областью тихо стихи гладкевич берится как называется и волга чисто будет и мокро дождь идет где-то плачет и волга слезы льет плачет без стеснения позабывший стесн подруга 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 а нет 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 я просто переболомалась еще раз ой зона ну что мы же такие все равно ответственность такая перед внутренним пить то что у нас что я не знаю что у нас в общем и и и то что у нас и и и и и А над полем радуга в полный вес Словно мост прокинутый в синий вес И по ветру стелится, улетая вдаль Плачь безвестной и волги, и печаль Но все дальше слышится в дышине Птичьи плачь и может быть обо мне И в душе сметенье никого спросить Плачь такое пение на Россию Плачь безвестной и волги, и плачь безвестной и волги, и плачь безвестной и волги Хотя и та, и другая красивая, но вот это вообще... Ну там концовка сногсшибательная, в смысле вот плач такое пение на Руси Да, на Руси Как цветаишки и плачи, да, это все... А там, в той песне немножко царапано, это понятно, мне там... И мысли такого типа, что это как-то-то-то-либо... Ну, конец, понятно, что это претензии, как-то... Ну, не, какие претензии, просто я там как-то... Там что-то... А здесь как-то у меня все сложилось вообще... Нет, ну, если говорить вот... Понимаете, мы же как смотрим? Ну, это запрещено запрещено Деночка... Да... Почему в рыбе сидит обычно там 10 человек, да? Потому что у каждого, ну, у каждого из 10... 10-10 мнений было Более того, более того... Каждый сидит, и еще... У меня есть на это все три мнения, и я с каждым из них не забываю Мы согласен, да-да-да-да-да, сам в себе сидишь уже думает Ну, скажем, ну, у вас же тоже такое бывает, да? Вы смотрите, ну, вроде да, вроде нет, а что нет, а почему да? Вот здесь мне обе, да Обе нравится, но вот если... И мы сразу переносим... У нас есть, как бы, проверочный материал, да? А как это будет? Ведь мы же выпускаем на сцену, да? И мы должны смотреть... Как для вас будет тут даже... Как сказать, ну, выигрышами даже вашим исполнить для того, чтобы услышать людей... Да, то есть... Вот мы сидим... Замечательный человек, вот скажем... Сидит... Замечательная песня в тело... Вышел на сцену... Мы его выпустили, да? Ну, выпустили не потому, что мы выпустили... Но он вошел... Я неправильные слова говорю... Он вошел к числу участников на сцену, да? На то это как-то очень сильно звучит... Да... Непривязно. Хочется такого не употреблять. Да, не употреблять. Понимаете, да? Он выходит на сцену, а на сцене его нет. Потому что то, что выглядело за столом прилично, более-менее, да? На сцене почему-то... На сцене... И вдруг, наоборот, оказывается, что здесь это было бы как-бы очень камерно, а на сцене это было... Поскольку это лишь настоящая такая... Вот настоящая, как моя внучка говорит, настоящая. Это настоящая. И вдруг оказалось, что на сцене это вот через микрофон, да? Здесь оно было тихо и никак, да? А там вдруг зазвучало. А там, да. Микрофон, гитара, все усилило. Поэтому мы и думаем, что вот... Какую вещь лучше, да, что более выигрышная. Да, да. Да. Но я, может быть, с Наташкой, с тобой, может быть, я соглашусь. У меня у одного столько разницы. Ну, между одной и второй. Ну, а нас почему-то в пользу как бы... Ну, почему-то. Это, опять-таки, мои женские мужики, загрязнение. Нет, Наташ, я соглашусь, пожалуйста. Она просто более выигрышная. И я очень люблю народничество. Ну, как, народничество в хорошем смысле этого слова. Когда что-то вот такое вот... Это твое белорусское начало. Да, вот эта шкура мне прям, ну, у меня поднимается, когда я слышу какие-то вот народные вот... А нету ли в тебе афлянских началов? Я знатный российский... Я кучер, да, но это фамилия у первого мужа покойного. Да? А я, я русская. О-о-о, полики вы. Да. Между нами, да. Кокровь и кольская, остальная часть, четверть... Ну, которую я знаю. Четверть русской, четверть белорусской. Вот так они. Между нами. Харазмы у меня белорусские. Белорусские? Ну, это вредные. Самый лучший народ белорусы. А я посмотрю. Они самые узкие остались у нас на земле. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да, да. Хотя, я говорю, я была за две, но что-то ж одно надо. Спасибо. 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 Спасибо тебе всегда. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. 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 Поскольку Северский на прослушке спел всего одну, а хотелось две. Да. Да, не удалось там было. Было очень много народу. И здесь мы воскинули основание Elias Roumoj 1979. я выходил на прослушивание у меня горло так пересыхал что я слабо произнести не мог а у меня ноги тряслись так как будто мне казалось что у меня в мази тряслось как вентилятор на коленке если вы чувствуете что сейчас город у вас если вы что-то взбиваете что мы перепоем это не дырят улыка словно солнце а глаза они как море без конца и края а у них то летний полдень то гроза и что за мной я не понимаю не знал что можно так легко любить и радоваться мимолетной встрече что можно просто жить и просто быть ждать нетерпенье утро или вечер и на душе становится легко достаточно побыть немного рядом сомнения прочь плохое далеко лишь улыбнуться повстречавшись взглядом сомнения прочь плохое далеко лишь улыбнуться повстречавшись взглядом к чему теперь затертые слова к ним нужно объяснять и объясняться от губ твоих кружится голова от губ твоих никак не оторваться а ты порой движение бровей бросаешь в пропасть и вздымаешь в небо был видно счастлив каждый из людей но так как я никто счастливым не был ты попросила написать стихи не знаю вроде что-то получилось как улыбка словно солнце а глаза от губ твоих кружится голова прости мне мои мелкие грехи прости мне мои мелкие грехи можно играть? можно знаете что я нам смотрите что песня получается достаточно длинная ну и так да потому что когда она поемчато она легче тогда слушается не успеваешь отвлечь на что-то свое и забыть про песню обычно бывает такое что могут люди заняться а вот а вот пропеваете часто по две строчки еще то есть по две строчки убрать не пропевать по два раза ну это как в моем качестве предложения не не нормально я слушаю конечно и вы знаете тут ну мне кажется совсем замечательно закончено да как в красивом сфере не знаю вроде что получилось и мысль в принципе как ну сверсталась потому что повторять да сначала она была зарисовка а я такая думала что просто вот песенка да вот это четверостише в принципе оно как-то вот сложило песню да оно не просто сложило оно задало состояние всей песни да всей песни не показало кстати не показало что вы мелодию сделали совсем неверную да я тоже хотела сказать она глубокая песня получается вот этим вот колесиком не простите это очень долго были стихи я очень долго к ней мучил музыку честно говорю я не композитор не шубер у меня с музыкой бывают проблемы ну в этом бы я закончила да и больше вообще не повторял не строчки первые не по два раза и знаете и такая пронзительная строчка вот эта она вы знаете чем хороша вообще жанра песня что в ней могут быть невеликие стихи но это могут быть такие пронзительные строчки и звучать как направление понимаете вдруг да это вот как но даже легкая легкая такая вот эстрадная песня но наши внешности наша дружба сильнее чем стресс и больше чем любовь это это одни из шедевров откровения вообще в русской словесности это не поэтик поэтик это песня не имеет вообще мы так близки что зло не надо да 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 и такая легенькая вещь но есть вещи которые откровения да ты это слушаешь на нашей внешности наша дружба сильнее чем страсти больше чем любовь это и вот это вот и вот это вот такая вот вот это из этого разряда понимаете это правда и она окрасила всю песню она окрашивает она получила вот это все получилось и я вот хочу все время опять же вот так же как было с картошкой да вот с этой вот хочется пуск отдельно потому что это абсолютно настоящие слова и вот это вот да не хочется просто мерно напевать ну вот так вот вот так вот вот так вот гитару да я честно говоря с вами себя представляю нет она у меня у меня было что дидактическое такое рэп давайте мы не будем мучить я вам следующую представлю песню я эту песню просто ну пальцы разбил вам подарок сделал а очень приятно а во-вторых нельзя ее терять затирать я не теряю то есть я говорю что вот это вот вот вы мне сказали что надо сделать я теперь все это сделаю вот она должна звучать в каком-то ты помогла видеть сбросок да я either если попросили написать написать 突然 написать стихи вот я вам сейчас скажу вот у вас получается творение каком-то куплете вы видите вот главное состояние в котором вы это сделали вот это главное вот я пишу и на свои стихи и на чужие не скажу да вот слово на те которые не написал и я бы как как вот на мастерских дал как оттуда появляется вот я вижу ту строчку которая из которой собственно и главное происходит она главная для меня по состоянию и вот это я сканирую уже все остальное и кстати тогда очень может и сам текст других листов меня и вот это вещь вот это да и я считаю что в каких-то вот в честных песнях таких да это будет это может быть одна из лучших строк вообще вот в авторской песни я понимаю что вот есть пищи которые настолько поразительные настолько окрашивают самоотношение человека да вот есть настоящие вот это вот как у якушевы прозрачные совершенно да впрочем не в песни делом моих мне просто нравится как слушаешь ты все понимаешь вот и в этом вот это простейшие казалось бы слова да то есть человек себя убирает да и остается мне просто слушаешь ты то есть вот другой человек появляется и здесь появляется другой что получается получается но при этом долго не было потом пошла строчка когда я поняла на хочу свои до 6 напишите а что записываете думаю поскольку ну почему так вот ну ну зачем ты мне титреру ну как я записывать его я чувствую что получится какая-то рНда Passo City стойки те женщину дата-та татататататана там такое а пишу записываю думаю вот с этой работы еще не было пишу записала записала и тут мне в последнее строчке записывается Я закрытыми глазами записываю. Не давайте женщине обещаний, и она у вас ничего не попросит. Без песни даже не помню, как получается. Не давайте женщине обещаний, и она у вас ничего не попросит. И думаю, вот о чем это. Накормите, обнимите. Оказывается, по всмыслу, да. О чем песня была? Мата извините, спасибо. И в этом смысле, как раз Ирина, вы понимаете, что мы это все говорим из-за того, что нам это понравилось. Спасибо. Если бы это не понравилось, то бы что бы ничего не было. И поэтому подумайте, чтобы это проникновенно звучало, не надуманно проникновенно, а просто. Песня захотелось помочь. Буду просить помощи, значит. А это можно алкологии попросить помощи. Кстати, ведь это же привез, зачем по большому счету? Это ведь хорошее упражнение для себя и для Натальи. Вот мы сейчас это обсуждаем, это упражнение для Натальи. Да, да, да. Ну что же подумать, да. В Москве можно не видеть, кстати, да. А то советы легко давать, надавали, да, дальше. Да, и все дети, я-то, я знаю, как там, да, я тоже не знаю. Но когда ты видишь, что это только что-то настоящее, и что из этого может вырасти, да, что вот именно здесь вот как бы сокрыто вот это главное, из чего это все может произойти, тогда может там что-то отпасть вообще, там кто-то может переделать, потому что ты нашел то, ради чего ты вообще вот это все. Ну я над текстами работаю, у меня очень многие, начало и завершение песни абсолютно разные. То есть много переделывается. Ну, слава богу, есть критические друзья, которые говорят, о, совсем другая вещь получается. Нет, ну вы согласны с этим? Конечно, согласен, конечно. Но это вас уже говорили тут. Все правильно говорили. Мы говорим сумбурно, но тем не менее личные, и вы понимаете, что мы хотим? Да, мы говорим на одном языке. Да. Я все понял. Спасибо. Игорь, какая вторая песня? Вторая песня у меня посвящена моему деду, танкисту. Посвящение, да, Виктор? Она называется «День Победы». Так, я вот даже эти строчки себе запишу. Да. Вот я не верю. Правда, очень хорошо, да. Прекрасила, если ты попросил это сделать. Да. Не знаю. Я не знаю, может, что это будет вообще. Да. Вот это вот такие тексты просто. Да. Да. В этот день басановое детство свое вспоминал. Правда, точно не помню, в каком это было году. Кухни запах аладьев. Сегодня 9 мая. Я за руку с деда опять кобилисту поймет. Я был малый совсем, и увидев в шкатулке медали, По одной доставал и у деда примерить просил. Он давал мне к себе, но одну цвета танковой стали. Никогда не давал и почти никогда не носил. Дед, скажи, а за что получил ты медаль за туагу? Вот, наверное, в тот день ты не слабо навешал врагу. Он ладони смахнул на глаза, выбежавшую влагу, И ответил мне гордко, это ночью за дугу. Там под Курском танком тесно две арматы дыбом встали. Самоходка мало места, и схлестнулась сталь за сталью. Там танкисты рвали траги, но назад не повернули. Не поем над ними птахи, только злобы свищут любви. Мы стояли вдвоем у гранитной плиты на пригорке. Дед на список смотрел, и фамилии чьи-то шептал. И рассказывал мне, как горел в своей тридцать четверке, Как его из подбитого танка радист выручал. А потом выпить водки, закрывшись в своей комнатенке. Он стучал кулаками во сне, заряжал и стрелял. А я вздрагивался лишь ударом под ультой стенки. Он был вновь на войне, он спустя двадцать лет воевал. Их на фронт забрали роды, а вернулось меньше взводы. Испытания за что-то снова русскому народу. Ох, не все вернулись в войны на порог родимой хаты. Отчего ж ты любишь войны, просвещенный век двадцать? Я лишь только сегодня, спустя много лет понимаю. И в деревню вернулось двенадцать и сто двадцать. Как кровава была та дорога к девятому маю. Не дай Бог нам с тобой такую дорогу пройти. Мы не вечные все, я в детали вдаваться не буду. Где предстал перед Богом душой и светом, и чистой. Списк спокойно, а я про тебя никогда не забуду. Милован Иван Николаевич, советский таможец. Ну к чему им обелиски, им бы жить одна награда. Им бы вновь увидеть близких, им бы дома были рады. Но застыли в скорбных списках, и по всей России встали. Для них остались близкие. Только пока до металли. Милован Иван Николаевич. Спасибо большое. Можно я очень, ну, очень не хочется, называется, ну, вообще какими-то, да, то, чтобы ногами завязать, да, вот эту песню. Вещь, нет, вещь очень трепетная, да, и как бы, и очень не хотелось бы вообще, чтобы, ну, как бы, что-то говорить после какой-то. Ну, раз такое же общение новиткое удается, да? Очень нет, к сожалению. Потому что посидеть и, ну, да, говорю. Даже там со сцены такого слышала, да? Опять-таки, я говорю, это в качестве бреда моему, просто, ну, своего собственного, да? У меня такое... Нет, по смыслу, это как бы, все сложилось, да? То есть, оно... У меня такое ощущение, как будто это две песни вместе. То есть, там, где, понимаем, мелодическое развитие хочется, да, вот эти более мощные, да, вступления. Я даже по тексту слушала, да? То есть, оно все за другом, оно все подходит, и, как бы, летит. Но у меня такое ощущение, что песня, может быть, выигралась, если бы она была... Сдерживая. Вот эти вот, только вот... Вот только эти зарисовки прадеда, которые, да, конкретно, без вот этих вот общих, ну, понимаешь, вот, ну, как... Ну, это мой... Понял-понял. В классноязычный язык, в классно языке, говорить, общие, снис... Не то, что общие слова, да, а это, как будто две песни, вот эта вот такая, да-ра-та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, такая вот, она какая-то браво-машная. Ну, понимаем, да? Такая, она более... То есть, это динято-общее отличная. Она более... Для меня более такая, как сказать, симфоническая. Знаешь, так, когда вот оркестра, что такое, вот, на День Победы, да. А вот это очень интимное и настолько трогательное, что мне почему-то жалко было прерываться из этого погружения, когда мне прям вот так заворачивалось, да, тоже великолепные слова, великолепные, только было такое ощущение, что можно две песни из нее сделать, знаешь, отдельную вот эту и отдельную вот ту. Я понял, потому что, знаете, у меня была, я когда ее рисовал, я ее делал очень долго, года три, наверное, очень долго не было вот этого окончания, но к чему я им обелиски, вы знаете, я себя поймал на мысли, что не только у меня такой дед, что мне нужно еще и к людям как-то обратиться. И когда я вот это вот сделал на концертах, на Дню Победы, на концертах вот просто люди подходили и рассказывали, у кого, кто, где, когда, что. То есть кто-то погиб, кто-то живой пришел, кто-то потом умер, понимаете, вот. Я вот, я понял, понял. Да, да, я понимаю, что ты чувствуешь, я не хочу, я дружу то, что вы сделали уже, понимаете. Насташа, я не профессиональный автор. А я тоже нет. Вот. Это окажет, и мы, в смысле, мы просто люди. И поэтому она очень долго шла, я все понял. То есть, по идее, мне надо было написать песню о своих детских переживаниях, лично про деда, что-то прочее. А оно, знаешь, оно получается не личное. То есть, вот это личное, да, получается очень не личное, очень для всех. Я вот поэтому как-то пытался. Вы знаете, у меня тоже, видите, как вот, точно так же, как у вас. Вот, знаешь, как... Пришло в голову сверху, я ночью просыпаюсь, скакиваю, беру карандаш, пришлю. Как раздеряемый. Смотри, получается, если я сочетаю сейчас, смотрю. Очень хорошо, я на толпочке держать карандаш и бумагу. Всегда делаю. Иначе вылетает из головы. Получается, в принципе, целостно. Ребята, кто хочет петь? Смотри, как вот, собственно, они сочетают без общих. Я не знаю, для чего они нужны, я тоже понимаю. А вот так, смотри, как вот, получается, в этот день, в основном, в детстве, что я вспоминаю, правда, точно не помню, какого он такой года. Вот он завтра, аладьев, сегодня 9 мая, и я завтра их вредом опять, увидев, что пойдет. Я был малый совсем. Увидев шкатулки медали, по одной доставал, и все примерить просил. Он давал мне их всех, но одно цветок там, которые стали, никогда не давал. И почти никогда не носил. Дед, скажи, за что, получил тебе дать за отвагу. Вот, наверное, в тот день ты не слабо навешивал благу. Он на доме смахнул, на глаза надержавшую благу, и ответил мне коротко. Это на черный друг. И как бы такая тайна, ну, повисает. Если вот написать, там под холостом, там, там, тесто, понятно, если бы не перебел, да? Повисает тайна, да? На черный друг. А как бы, ну, непонятно, что еще много пока. И потом мы стояли в двоем, братья, бритвы на приборке. Дед нас тут рассмотрел, фамилии чьи-то шесал. И рассказывал мне, как-то, 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 как-то. И в здравии нас слышал удары по тоненькой стенке, он был вновлен ронен спустя 20 лет. А там, как-то, если вновлен рон, давай рон, как бы не перестал. А дальше, вновлен, что только сегодня, спустя много лет, понимает, и в деревне было 12-120. Как кровавая дорога к 9 мая, не дай Бог нам с тобой такую дорогу пройти. Мы и вечны все. Я не знаю, и вдаваться не буду. Дед предстал перед Богом, душой в свете и чист. Спи спокойно. А я про себя никогда не заводила. Милованов Иван Николаевич, советский панекист. Вот на меня это все завершилось. А вот эти, ну, когда, получается, когда делают, действительно, делают более общую песню для всех. И почему-то напевают трогательность. В этом трогательность заключается. И в этом есть обобщение. И в этом есть обобщение для всех. Как ни странно, вот это вот произнесение конкретной фамилии. Не-не, все нормально, дальше идет. И скажу про другое. Наташа, я ваш смысл. Я даже на тебя говорю сейчас с вами, вот видишь. Я ваш смысл понял, да. У меня точно так же. А это, как будто, знаешь, делают более, как сказать, эту песню, более праздничное, как бы... Красная площадь. Красная площадь. Ну, понимаете, в чем дело. Все-таки, вот понимаете, вот эти все переживания, я ведь тоже, как это говорится... У меня можно не слушать. Нет, как не надо. Я обязанности. Ну, я имею в виду, что я... Наташа, смотрите. Понимаете, в чем дело. Все-таки, вот то, что я вспоминаю, это, ну, достаточно больно, достаточно трагично, что он там воевал после войны, там, во сне. Я хотел еще что показать. Позже мы тоже перекурочем. Мы с нами говорим. А это все-таки это праздник. Можно, не договоримся одно, да? Кто-то выпулю. Пусть приходится вам. Можно. Что все-таки это праздник. Мы все-таки продолжаем разговор. Такой, мы вернемся, будем дальше. Хорошо, мы так с каждым будем. Продолжение следует... 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 а тимур в этом плане он проще он идет стилизации под любого идет хочешь он под вальс по танго под галича вспоминая галич он делает под галича он абсолютно полифоничный начался он мне признавался он начался с меня когда он услышал несколько таких вот как бы это сказать цыган максимов не зря вас гениально величай максим у нас пути идти на дорогу где вы ангелы все жаль все ради бога и против я когда это услышал я вдруг понял что можно делать со словами и он намного превзошел учителя потому что у меня это в одной но в трех на каких-то вещах это как бы стала такая стилистика и он это делает виртуозно просто вообще я слушаю я любуюсь и когда говорят ну тимур там это куплеты уже уже целая цивилизация можно сказать песен это абсолютно своя своя стилистика все и потом еще его интонирование особенно потому что вот в нем у него ирония и сарказм вот этот это не подражает абсолютно висбор ироничный а у тимура живущего кстати вот по поводу по поводу висбора у висбора всегда есть такая внутренняя ирония какая-то легкая улыбка вообще здесь есть ли никогда висбора поют так драматично прямо в этом большом ансамбле по всегда исполнит как это 20 века как у вас есть не верно шикарного висбора передаете всегда с удовольствием мы слушаем ну кстати это на пленке на на записи хуже все там гораздо получается вот живом это там совсем по-другому и и кстати вот это вот интонирование когда веру матвею вы знаете такую верочку матвеева не но вот володя знает я даже у нее володя римана по поводу интонации да вот здесь вот такую мастерскую ведет по поводу интонации у нее невероятно трагические тексты и совершенно полетное исполнение интонации вот это и она и в ней вот это преодоление трагедии на одной конференции я привел по высоцкому я сравнил с высоцками только одного человека веру матвеев именно в том что он преодолеет трагическое и отчаяние он берет на грудь отчаянием да причем он не истерикой как джигурда там истерика если бы усовский был истериками его не альпинистом были конечно не туристы и космонавты кому нужна истерика а этот истерики думают что он круче чем высотки на рвет там тельняшку на груди если высоски рвал тельняшку на груди ребята ну ну про что там как бы как это представляет его надо понимать конечно да и в этом смысле вот он при этом а вот что называется вот он стоит да вот как бы вот так вот а верочка летит над этим вот это поэтому вот этот момент трех текстов психотворный музыкальный и голосовой это вот их комбинации как полизированные эти трубочки за вот этой ты повернул и так и там картинка ну вот теперь хотя бы там на полторы минутки она будет смотришь и понимаешь так вот тебе пришло записала вычеркни что-то придумала потому что вот она вся в двух куплетах ничего лишнего не надо а этот лишний вот хоть ты треснем он лишний но мастера на темы отличается что он умеет редактировать себя когда это мастер если не умеешь редактировать начинаешь оправдываться вот там сиди там вот это самое страшное в таких мастерских работ когда человек не понимает когда ему советуют редактировать у нас же есть у каждого из нас есть такая вещь как называется авторская хипота мы же тоже у себя я помню я написал дождь есть у меня такая письмо стихи со стороны вообще сплошной капли сейчас радио радио свобода хотела ее взять позывами обратилась как я так что-то подумал деньги нужны конечно но свобода радио да у меня там нельзя же жестко отказывать ребят вы знаете там одна радио станции все как раз ровно для передачи хотела спасибо что вы обратили внимание на все почему я играл я только только ее написал там на каком-то фестивале то мне так нравилось вот этот сережка никитин у меня будет я тебя убил когда его сашка он месяц ее играл да и быть мы просыпались я это говорю и одна дама сидела такая такая дамы врач и говорит сашенька что-то вы увлеклись по-моему этой вещи у вас конце вот такой вот проигрыш я уже забыл про что а мне так нравится да и она говорит я где где уже скучно начинается ну сыграйте я там сыграл вот этот кусок самый большой самый красивый я бы убрала и мне так неприятно обиделась дура ничего не понимает а потом отвечу я подошел марина спасибо я убрал пришло понимание что она правда нет 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 мастерами вообще хорошо советоваться я не только с мастерами женщина сидела просто слушала у меня главный редактор жена все ваши слова повторять раньше она сказала но у нее абсолютный слух она такая господи я вот это братство саркофага послал прошлый раз когда мы тут встречались тему послал говорю тему я так и не понял вот как она он мне такой прислал электронный ответ шикарный ну я тему очень сужу вот и он так сказать мне там очень хорошо написал вот я говорю что я всегда собираю все мнения и потом начинаю уже редактировать это и для будущего всегда хорошо зачем я буду учить вот этот предмет он мне он мне не интересен ты знаешь учит потому что ты не учишь а ты учишься учиться учишься учиться это самое ну спасибо мы много времени оторвали ребята наши ребята разорвут давайте дальше ничего мы же будем тогда чего исполнять нет по закону сохранения энергии сейчас решается вопрос дело в том что они они чего сделали они хотели ее включить первым номером сегодняшнем ликериенка вот сегодня да а ко мне а ко мне вот это вот его по важнее по важнее саша начальник а во сколько он будет все ребята давай мы там почти не сомневаться Да, извините, что у вас опять за мурыжим. Вот вся страна бросает, просто классно вас слушает. Ты слушай больше, а что получается? Вас как зовут? Так, слушаю. Александр, я в доме... Но Наташа, я вчера замену. Два раза в доме косовала эту песню все время в России. Ах ты лучше, чтобы послушать. Есть там какие-то исковления. Это все, чтобы послушать. Сейчас послушаем. Иногда, Рипа, не всегда там может быть текст и смысл. Олег Алексеевич, да. Не теряй мой телефон. Мобильник, да. Олег Алексеевич? Да. Я доктор Вашингтон. А, понял, понял, понял. Которая младшая или старшая? Старшая. Анна, да. Займем. Вон, то есть, в Москве. Понятно. А вы... Вот что? Тепан Митерик? Я сам с дышатом посетил. А, старого седера. Когда на моем медицине шесть лет, по-моему, не работал. А сейчас он, сейчас... У меня жена занимается. Я немножко в стороне от этих медицинских вопросов. Нет, я не веду. Я народник. Я к медицине очень вкусный. Я давно помер после Черногории. Я сам с собой занимаюсь. Ну, шесть месяцев там. Наверх. Третий блок собирал. Ну, тогда Вам эту песню придал. Почему я Вам был рад? Да, да. Я ее... Написал случайно. Мне попросили ребята в Чернобыльске. Да. Они попали. Толь, нет. Ну, представляешь... Ты представляешь, мне... Толь, выхожу с почты на машину садиться. А ко мне там один Олег... Как Вы, в смысле? Да, здорово. Чернобыльский. А... Союз Чернобыль. Ну, подойдет в Чернобыль. А вы в Союз Чернобыльшу пойдете в Органинах? Вот. И ко мне, значит, именно Карасев Олег. Подходит. Олег, тут у нас там конкурс объявили. Я говорю, какой конкурс? Ну, вот Союз Чернобыль объявил. Напиши какую-нибудь песню. Там у нас вот ребята все. Я говорю, вообще тема была у меня такая. Потому что у меня друзей. Я же сам в реактор. У меня на ладчике там некоторые ушли туда. Многие. Я сам должен. Я в Орешке. Ага. В Орешке. А я на первом и втором реакторе был. Это что? Валерус? 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 Там еще было. А? Восколько? Вечером. Вечером был. Вечером. 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 Дело в том, что подобрать такую. Говорить такие слова не так чему себе. Не так чему себе. Не так чему себе. Не так чему себе. А вот из Русакума. Из такой хитрой темы. Я тоже. Тоже. Шикарное. Вечером. 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 словом. Вечером. В том, что я в прошлый раз, в прошлом году, был в Маку Семеновне. И там вообще, по-моему, очень хуже. В тех же местах не озвучаем. Просто там уже дорывало все. В раз этот, по закону о хранении, он вообще, давайте, как стихий продается. Ну, значит, потом это про петь-предель. Я говорю, как-то в Садьяфане, шикарную печь, но она у него. Мы ее не будем сейчас рассматривать. Ну, это меня так же прослушали. Хабаровске. Хабаровске. А потом я это самое. Мы у вас за границу, вы хотите с нами поедете. А на следующий день у меня вообще в списках нет. А потом Лена Марина предстоит в Каваровском тратиле, где он всех не понимает. А тут же, кстати, в Каваровском тратиле, если тебе волос поставить, да? И поедешь, а тут просто дворовая команда. Если ты тут как-то. У тебя есть лица? Хотя там и патаристы. Там же места поделились. Москва. Каваровске. А тут же дворовая команда. А тут же дворовая команда же еще приедет. Вот. Работаю, да? Я пускай ваш дух. Я пускай ваш дух. Я пускай ваш дух. Толя, ну как-то по-настоящему. Нет. Да, ну как-то по-настоящему. Ты и кои все. Нет, я не по-настоящему. Ты же молодец, пойдем. Да, нет. А то да, а то когда мы... А то да. Все, сто идем. Через фото. Работаем. Снежное поле, наверное, сейчас. Снег раскинулся в поле вокруг, Снег, который не перейти, Словно смертью очерченный круг, Их окопы легли на пути. И мне чудится только одно, Что погибну на этом снегу. Мне бы встать, а потом все равно, Только встать я никак не могу. Мне бы страшно подарить победить, А на все остальное плевать, Что про смелость потом говорить, Ведь никто не хотел умирать. Умирать, умирать, не хотя умереть, И убить, не хотя убивать. Я на первом бредовом бою, Над убитыми тяжко вливать. Прохрепела команда вперед, Взводный наш закрепнулся свистом. Даже пулю свою не признал, Черный снег протыкая штыком. Я не прячусь за спины других, Я в атаке судьбы не к раю. Рвется пленка, как в старом кино, Черно-белое в этом раю. А быть может, все это не рай, Черно-белое это швадук. За береги свои, даже на край, И бесподнею не попаду, По воду снег качает. Борю вокруг, снег готовый, Не перейти. Это смертью очерчен мой круг, И из него меня никак не уйти. Зачем рубаха белая, Мой капитан? Еще не время Открывать кинстоны, Пока мы живы. Будет жить наш караван, Комендар в сторону, я сам. Подай патрон, я. Ах, конвой спешит домой, За бортом летит вода. Нам бы жить, то жить с тобой, Да не расставаться никогда. Вот из-под солнца пара юнгерсов зашла, Я их струё с линцовой поливаю, И вдруг мы встретим, Вот так, глаза в глаза. Он улыбался мне, я точно знаю, Ах, конвой, сильный бой, бой, Слава Богу, не дойдёт. Как у нас чудак большой, Млад чудакам всегда везёт. Потом не помню, вроде бы живой, Среди обломков бы воды очнулся. Куда ж вы, суки, стой, Уходит в бурнар, конвой, Как холодна вода и страх вернулся. Стой, конвой, ведь я живой, Человек за бортом, вау. Вы напишите домой, Не сказать, без виски пропал. Ах, конвой, запиленный, Ах, мою, в глазах вода. Как бы жили мы с тобой, Да не расставались никогда. Нам бы жить, да жить с тобой, Жалко приключила злой, Беда. Да. Спасибо. Спасибо. Володя, да. Смотрите, вот в первой песне, вот то, что мы сейчас разговаривали с Аликом, по поводу, что надо в каких-то местах сбрасывать, да, и идти просто, да, потому что, когда идёт один и тот же он, то, как бы, смысловые моменты некоторые пропадают. Не подчёркивают. Да, не подчёркиваются. Посмотрите вы себя по тексту, где вы можете что-то проговорить, более, там, скажем, неподобедно, да, просто вот какой-то, да, спокойно, да. Подокорд просто. Да, подокорд. Подокорд какой-то, кстати. Это Высоцкий очень редко, но пользовался тоже этим моментом. И это очень оправданная вещь. Причём мы сейчас не говорим, да, вот, сценическая там, какое-то... Не впечатление произвести, а просто самому себе даже, да. Донести вот эту песню. Да, вот, донести. И вот там какие-то вещи сами у себя по тексту. Посмотрите, что может происходить вот просто как пересказ, да, то есть ситуации, а потом уже вот эмоция, которая пересказывает вот эту ситуацию, то есть её эмоциональное решение, скажем, да, сначала... Я смутно говорю? Нет, нет, нет. То есть сначала Вы говорите о ситуации, а потом Вы её подчёркиваете уже эмоционально. Мне кажется, это очень, как бы, вот... Засточнение будет, да, оправданнее будет. Потому что иначе всё сливается в один, как бы, вот этот вот... Как много сюда... Слились оружия в один... Да, в один продерживой, да, вот это вот. И тогда это теряется. Вот я бы говорил о первой. Да, это уже о первой. Снежная доля. Да. Вот вот её подумать так, чтобы её сначала теплее, спеть, чтобы уже было где развернуться. Да. Вот жалко, текста нету, понимаете, можно было бы прямо по тексту идти, потому что она очень достойная вещь такая, и там всё есть, как бы, да. Чтобы добить уже, да, нужно... Да, чтобы себя самому раскрыть, самому вот это вот, то, о чём мы как разговаривали. Хорошо. Нет, сразу её, это самое, брать. Не сейчас за голову брать людей, да, а сначала... Самого себя, чтобы не брать за голову. Сначала вот, да, под рубашку войти, а потом разорвать её. Сначала заползти, будет. Хорошо. Потом её... Вот про первую песню, да. Про первую песню, про первую песню. Спасибо. Снежное поле. Это будет когда? Завтра он будет. Сегодня будет уже известно просто, да? Да, завтра он будет, если не ошибаюсь. Какой расклад будет, да? Да. Это очевидно завтра будет, да? Да. Спасибо. Спасибо. Ну, ты готов? Задей в ладони. Водки не надо завтра? Конечно. Конечно, правильно? Да. Я текст написал от руки. Да неважно. 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 Александр? Да. Александр, тёжки наш. Вот я текст с детства взял, на всякий случай, Александр. Я для вас пропою потом. Наташа вчера прослушала, а вот я вот с иганью. Нет, я полигандаловала. Сидиану? Нет, ну вы же две сейчас. Ну я ещё взял песню, которую жене писал. Нет, я просто с одной. Ой, жене это интересно. Это всё я писал, когда в одиночестве, и за границей тоже там всё. И что за шуми, и что за звуки, слышу я в ночной степи? Неужели цыганский табор повстречался на пути? Эй, цыгане, эй, цыгане, как завидую я вам С вами песни, звон гитарный Вечернего костра. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я давно мечтал вас встретить и узнать свою судьбу, Погаданию путь наметить, искать свою звезду. Эй, цыгане, как завидую я вам, С вами песни, звон и гитары у вечернего костра. Лай-ла-ла-ла-ла... Конь из них, словно птицы. Вас на крыльях мчат и летят. Мне б цыганочку любиться, И цыганом стал бы я. Эй, цыгани, эй, цыгани, Как завидую я вам С вами песни, звон гитары У вечернего, как стран. Саша, ну тот же вопрос, как вчера, тоже нужно поработать с рифмой, потому что тут есть где работать, но единственное, что вы эту песню поете эмоционально очень замечательно, но с рифмой есть, конечно, все равно нужно поработать, я не знаю, пусть Саша тоже скажет, потому что я вчера все сказала, может быть, Саша что-то новое, или подтвердить мои, может быть, опровергнуть мои. Тут такой эмоциональный накал, что все эти рифмы проносят со свистом. Хочется плясать, хочется плясать, я поэтому всех песен выбрала вот эту одну, я пропустилась одной как раз, потому что здесь эмоциональный накал такой, что это как бы, знаешь, позволяет забыться с этими вещами, а вот в других вещах, как сказать, нужно работать себе, конечно, очень серьезно. Ну, понимаешь, да? Поэтому я пропустилась с этой вещью. Ну, вот пусть споет Саша еще, да? То есть, как бы второй, да? Чтобы поняли мое решение. Мы не женевых, а Наташи вот эту песню. Не, любую, какую вы хотите. Любую, а пусть и третью, если вы считаете, просто. Потому что, я почему говорю, я пытаюсь вам как бы… Наташечке, я понимаю. Ну, если я про все, только одну вот эту, я просто могу обосновать. Детство, да? Да. Потому что здесь, правда, за эмоцией можно не обратить внимание на ритм, а здесь нужно работать, конечно, не может быть. Ну, маленькую. Как приятно, друзья, возвращаться к родимому дому. Как приятно, друзья, ощутить снова детство в уют. И услышать с утра старой матушке нежное слово. Просыпайся, сынок, завтрак спит, звоню тебе гроб. Неужели так быстро наше детство промчалось? Только мы для своих матерей остаемся детьми. Наше детство в памяти нашей осталось. И еще в наших детях хайлюже все подросали. Не спеши завтрак ставить на стол, дай воды мне глоток. И присядь со мной рядом, дай мне руку твою. Я как в детстве прижмусь к ней, а сердце сожмется в капок. И в душе проглочу я слезунку скупую мужскую. Неужели так быстро наше детство промчалось? Только мы для своих стариков остаемся детьми. Наше детство в памяти нашей осталось. И еще в наших детях хайлюже все подросли. Ты прости меня, мама, что песни тебе не пишу. И звоню я тебе лишь по праздникам. Знаешь, мама, я на доме и близких грущу. И мечтай вернуться на родину, но только к старости. Неужели так быстро наше детство промчалось? И уже седина забелила виски. Наше детство в памяти нашей осталось. И еще в наших детях хайлюже все подросли. Не спешите юнцем летать из родного гнезда. Ваше детство – это сказочный остров. И однажды, покинув его, не вернетесь туда. Потому что вернуться на него невозможно. Неужели так быстро наше детство промчалось? Только мы для своих стариков остаемся детьми. Наше детство в памяти нашей осталось. И еще в наших детях они уже подросли. Очень хорошая строчка. Но к ней у вас постоянно нет ни лифмы прямой. А строчка вот эта не плохая. И при этом много. Нужно их сделать как один, первый, второй. И прибев тогда петь. Но при этом нужно все равно с рифмами работать. Да, тут текст довольно коряренький получился. К сожалению, Саша, дорогой. Хотя очень понятная, да? Теплая песня, да? Здравствуйте. Здравия желаем. Здравствуйте, здравствуйте. Вы к нам в гости? Мы зашли поздороваться. Обниматься. Обниматься. Обниматься, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, привет. 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 Я правильно говорю, Александр Ильич, что в этом данном уровне плавнички тоже сейчас гораздо лучше? Добрый день. Спасибо. Мы узнали друг друга. Ну, Саша сам скажет. Вот я сейчас узнал, там же темные очки. Я ходил, да. Мы, кстати, потемнели на солнце. Выгорели, очки выгорели на солнце. Они загорели. Загорели, да. Лучше участников даются. Ну, в смысле, отбор я отправила правильный или нет? То, что у нас здесь сейчас, да. Я же просто... Не, они щуки то же самое сказали. Они говорят, мы там уже сложно, уже мы теряемся там. Десятые волны. У нас же сейчас идет отбор на третий тур. На третий тур. На третий тур. Это на третий тур. Это на третий тур. Ты спрашиваешь, что у тебя поработало? Хорошо я отобрала? Нет, ну молодец. Куча. 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 Кто поработал? Мы. Кто отбирали? Николай второй. Валерияновна? Вдвоем с ней ездили, отбирали. Вдвоем. Вы понимаете? Вы чувствуете? Так вот. Если пьяная мотокрация. Так вот тоже. А Татьяна мне сказали сейчас, что есть три человека. Три. Фантастик. Три. Ну фантастических вообще не бывает. Водима. Поэтому надо. Нет. У нас тут кто-то тоже есть. А у нас какие есть профессиональные совершенно песни тематические. Олег. Олег сидит. Да. Просто вообще в десятку. Вот. Серьезно. Я хочу сказать, что все мастерские закончились. Все ждут. На обед. Мы очень плотно работаем. У нас плотная работа, да. Что ж, ждут нас на обед все. А сейчас мы сейчас. Скоро. Мы скоро. Так. Александр, ну эту песню отложили. Вот мне говорят третью. Давайте о жене с моей. Да. Ну вот просто. Я песню пел. Я понимаю, что вы профессионалы. Вы профессионалы. Вы профессионалы. Вы все. Нет. Я никаких обедов Наташи нету. Я просто когда ее пел, ползала, плакала. Они же в ритму это не врубать. Тема. 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 Правда. Пока к тебе подходит. Тут даже не слушают. Ты все видишь. А здесь видно. Здравствуйте. 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 Сейчас мышь первым. Сейчас мышь или нет? Мы слушаем? Мы слушаем. А женщинах так много. Мяс. Извините. Вы только в этой тональности играете? Вы мне говорите. Ну я понимаю. Я вообще так сказала просто. Вы поюте. Не спустите сюда. Не спустите сюда. Я лирико-драматический тетр. Без экзамен брали в консерве. И тем не менее она присутствует по разговору. Понимаете? Есть комфортная тональность. Вам некомфортная эта тональность. Да. Вот я вас понимаю. И нам слушать это тоже мы понимаем, что вы как-то забираетесь. Да? Есть такой момент? Вот эффект. Попробуйте начать, чтобы мы не были голословны еще. Да, вот спойте в этой тональности первые слова, да. Что ты не знаешь? О женщинах так много песен спета, но я тебе сейчас свою дарю. И главное, что непостоверно получается. Вот что дело. Если вы только в этой можете играть, играйте в этой. Да, ради бога. Просто я думал, что если у лиху как бы в тональности там... Да. А женщинах так много песен спета, но я тебе сейчас свою дарю. Ты послана мне Богом в бабье лето. И вот за это я благодарю. Ты моя женщина, моя мечта. Моя любовь к тебе всегда чиста. Ты красива и умна. Только мне одна нужна. Моя душевая и нежная. Не низковатая. Не низковатая, да? Да. А низковатая, а то он попал. Попробуйте. О женщинах так много песен спета, но я тебе сейчас свою дарю. Ты послана мне Богом в бабье лето. И его за это я благодарю. Ты моя женщина, моя мечта. Моя любовь к тебе всегда чиста. Ты красива и умна. Ты только мне одна нужна. Моя душевная и нежная жена. Делю с тобой кровь и ложь. Делю и радость и беду. Друзья твердят, что вы похожи. Но ты похожа на звезду. Ты моя женщина, моя мечта. Моя любовь к тебе всегда чиста. Ты красива и умна. Ты только мне одна нужна. Моя душевная и нежная жена. Пусть говорят, что вернет мужчина. Но я люблю тебя только одну. Ты родила мне сыновей и стала краше и милей. За это я тебя боготворю. Ты моя женщина, моя мечта. Моя любовь к тебе всегда чиста. Ты красива и умна. Ты только мне одна нужна. Моя душевная и нежная жена. Как здорово-то, что такое отношение. Александр, поем одну песню. Все. Поем цыганочку. Ну да, одну цыганочку. Поем цыганочку. Так, вот здесь вот сразу, Сашенька. Поем цыганочку. Но я люблю тебя. Но я люблю тебя. Ну я люблю тебя. Или я нуляю. Ты тебя только одну. Тут коренькая. Но я люблю тебя одну. Просто вот так. Она тут на свежее. Люблю тебя одну. Законка такая. Ну и любите тебя. Колодец. Ну я люблю, запитаю. Все ты за репорт отдал. Как ты иначе вышел из стакана. Помните, как вы сказали? Играл, играл. Потому что свежая. Герметичная. Все. Все, Наташка, спасибо. За Ваше похоронное. Это мне вам оставлять, чтобы я прекращился. Нет, это можно забрать. Не нужно. Не нужно. Если тоже вам надо подавить. Или оставить. Нет, это можно тоже. Знаете, что можно сказать? Телевизором собирается везде. Вы мне скажите, куда я... Когда мне приходить. Ты знаешь, когда... Что у нас будет? У нас есть кто-нибудь, кто еще просто поет здесь? Вот поет. Он. Он. Вы же прослушивает, да? В другом, да? Нет. Мы рассказали, что мы прослушали. Ну, я бы две песни спел просто на вашем видео. И все, больше никого нет? Да, больше никого нет. Ну, спойте. Давайте споем. Я же... Просто нет, я просто... Да. Да. А вы мне поможете, может быть, с выбором. Спасибо. Вы поможете мне с выбором. Вам спасибо. До свидания. Ну, Каша, как мы узнать, когда это самое время? А? Я думала, это в списке будет. Сегодня выступать или завтра? Нет. Сегодня выступать. Сегодня выступать. Сегодня выступать. Я просто не знаю. Он. Да. Ну, во всяком случае, вот третий тур точно завтра. Я буду петь. И во скоро. И когда приезжать? Завтра. Мы не знаем. Это концерт будет или что? Нет. Это конкурс. Тоже здесь? Нет. На цели. Вольно. Всего до свидания. Всего доброго. А у кого вы знаете? У организаторов. У организаторов. Все, спасибо. Великой. Не он. Куда-то, когда привезут, тогда мы их. Не советую. Я не включил. Послушал, что ваше мнение. И может поможете мне с ним. Саша, давай. У нас была струкция. Макос был дружный. Да. Да. Ну, я бы так. Ну, я бы не оценил. Мы просто слушаем. Да. Мне он разрешит. Потому что я так сказал. Можно? Да. Как же без такой песни? Как он разрешит? Что вы ведь иначе-то? Да. 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 Пожалуйста. Вроде бы, должно забыть, а не забывали. Не в кино, а в жизни так бывало. Вот я когда-нибудь напьюсь и посеком положим, В этот голос буду верить, и пусть весь дом разбужим. Все, что думаем, скажу, а дальше пусть как знают. Такие мысли в голове бывают. Если тебе понравились мои песни, Мы до утра их будем подцепить хоть тресни. От любви порой взгляда нам хватает. Я знаю, я проверил, так бывает. Как здорово, что в жизни все бывает. Находят пушки на воздух, и начинают вылетать. Спасибо. Вы знаете, опять мне не очень нравится музыкальное решение, потому что текст у вас очень хороший. Свитер такой, даже из детства что-то такое. Он очень такой, он хороший текст и хорошее состояние. Да, мы тяжело даже такое, а так было. Ну, он философский такой, хороший текст, а вы его в подаче, мне вот решение музыкальное, где-то вот вы останавливаете, запинаете, не запинаетесь, а там такие вот прорежки, а не лишние. Как будто третянут какие-то немножко музыкальные. Я теряю состояние, понимаете, как я теряю. А, не останавливаться. Текст теряется. Да, я теряю текст, я теряю ваше состояние от души, понимаете. А это здесь очень важно. То есть, проигрыш лучше не надо вставлять, да? Вы знаете, это лутные вещи всегда. Длинные проигрыши. Вот я только что, вот ребятам там вот рассказывал, как мне одна дама, он сказал, он говорит, «Ну, что у вас там? Зачем? Зачем столько? Я забываю, про что убедил». Понимаете? И я ее тогда послушал, и все действительно получилось. Причем это никакой не жоня, просто хороший текст. У себя подошел с ним, да? Да, хороший текст. «Зачем я такую хорошую тексту портил?» То есть, проигрыш ему. Да? И вот там, когда вы такие вот красивости делаете, вот как бы вот спотыкаясь, да? Они мешают. Они мешают. Целостную строчку воспринимать. Вы ее разбиваете, она на части получается. А просто, а вы не строчку, вы состояние сбиваете. Да, теряем. Потому что, что главное в кристии, войти в это состояние и его пережить. Собственно говоря, мы же как бы вот переживательные такие наркоманы, да? Мы хотим погрузиться во что-то, и это пережить. И главное, вот это состояние переживания донести, потому что главное, вот самое главное, не то, что девочка плачет, шарик улетел, да? Как вот уже, не про шарик там речь, да? А вот про про это состояние переживания, да? Там не за шариком, а вот покрутиться в состояние. А вот этот прыгающий ритм такой, да, вот, а там состояние другое. Там очень интересные слова у вас. Очень интересные. В физике. Они как бы простые, они не простые. Ну, там музыка теряется, получается. А, да. А музыка будет в другую размерность какую-то, а там этого состояния нет. А слова-то не простые. Дали бы тексты, вот, где бы вам... Да. А я че... Нет, прекрасная, прекрасная вообще вот сама и задумка, и состояние, да. То есть, вот это, понимаете, тут вот в простых словах небольшая глубина. Да, да. А мне сказали, Михаил, вот я однажды выступал, ну, в жюри. Мне говорят, Михаил, вот ты чем песня дальше поешь, ну-ка еще, ну-ка еще. Ты говоришь, ну смотри, чем дальше у тебя песни, тем короче и тем лучше. Ты почему начинаешь? Ты начинаешь сразу с коротких, без припева у тебя песни. Это отлично. Они у тебя короткие, они у тебя мажорные. И у тебя со смыслом и с юмором. Ну и работай в этом направлении. Все. Что? Да. Я ярый поклонник плацкарных вагон, где люди толкутся со всех регионов. На сорок желудка закрыт в туалет. Роган-роган, а мы еще нет. Усталые тети в платках и в осинах, голоданные дети и кошки в корзинах. Нетрезвые дяди, упавшие с полки и юные леди, одеты с иголки. Плацкарные вагоны, это чудо природы, объединившие наши народы. Уснул проводник, свет горит повсеместно. Она хорошо и даже небесно. Очень хорошая песня. Вот она и была на прослушивании. Я хотел с вами посоветоваться. Да? С чем прослушиваться даже. С ней, правда? Вот, я думаю, как в тот раз, как в городском, вот эта песенка стоит. Да, обязательно. Да, обязательно. А вторую пулу выберите, да. А вот этот, с этой, вот поработайте с Металией, чтобы донести состояние. Вот здесь состояние, оно и есть, присутствует, вы понимаете? Да, понял. Ну, я больше не буду вас тогда тревожить вас ничем. Я не хочу тревожить вас ничем. Спасибо вам. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Я работаю над простотой, я вычеркиваю все лишнее. Ну, вот это, это очень здорово, потому что, это то, с чем я не умею варить на себе. Скажи, как пакетик тоже тебе еще один, смотри. Чего? А сейчас с другой стороны. Да, у меня не одиночка, да, давайте. Да, если вы зацепите, то у меня у нас. Я, кроме этой, могу еще одну потом спеть, если вас интересует. Вы у нас кто? Я Евгений Мишунинский, я зарегистрировался. А, только, мы сейчас вам так записываем просто, да? Да. А то сливает я с ней? А то сливает. А, Мишуринский? Евгений. Мишуринских. Мишуринских. Ага. Евгений. Ага. Городин сной. 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 А, тут полный, да? Да. Ага. Попытался, по крайней мере. Ну, я предисловие маленько расскажу. Ну, у нас проводился конкурс, песни, посвященный предприятию, комбинатуры. И там обязательно надо было отразить, то есть суть назначения нашего комбината, что у нас делают спецпродукции. Ну, вот я попытался, но получилось так, что я вообще охватил все. Хорошо. Можно я не буду свистеть? Напою просто. Хорошо. У меня со свистом сейчас туговато. Хорошо. Есть город в городе, Олень и тополя Стоит, как остров, он Кругом тайга Простая истина Всего лишь в двух словах Все связано с тобой Наш комбинат Простая истина Всего лишь в двух словах Все связано с тобой Наш комбинат Опорным краем Называют весь Урал А комбинат Считов Всей страны Все элементы есть Секретно, как туман Васильев первым Был в нем капитан Все элементы есть Секретно, как туман Васильев первым Был в нем капитан Своя история Имеет и ордена Гордится он Трудом своих людей Но есть особенность И в мыслях, и в делах Все спецпродукции Родной стране нужней Ведь есть особенность И в мыслях, и в делах Вся спецпродукция Родной стране нужней Бывает трудно Но у нас одна судьба В беде и в радости Мы вместе все с тобой Но есть особенность И в жизни, и в сердца Тобой по праву Гордится весь лесной Но есть особенность И в мыслях, и в жизни, и в сердца Тобой по праву Гордится весь лесной Спасибо Спасибо, извините Это не просто список Да нет, ничего Я просто сейчас в составе коллектива выступаю Давно, наверное, оглохли Нет Раньше Соня заявлялся и писался И выступил в конкурсах У вас мягкий тембр, приятный Вы не кричите Нет, не оглохли Приятный сон А там, на той ферме У меня есть песенка про наш город Про лесной Называется «Городской вазь» Если позволите Да, да, да Конечно Здравствуйте Много есть городов И больших Красивых И обласканных солнцем И теплой И весной Я считаю себя Человеком Счастливым Мне милей и дорог Мой город Лесной Я люблю Светлой Большие просторы Робки шуму Ваши И лиргей Голоса Я люблю Я люблю Синеву Уходящие горы И Манящие в землю Глухие Глухие леса Я как птица В разлуке По дому Тоскую Без больного Гнезда Яркой радости Я согласен Проехать Дорогу Любую Чтоб увидеть Твоих Огонь Ласковый Свет Я люблю Сомнению Чтоб не юж Если рядом Такое Раздорье Если зеркало Манит И меня Дивный пруд Для души Для сердца Такое Приволье Что другие Места Как себе Не забуду Я как птица В разлуке По дому Тоскую Без родного Гнезда Яркой радости Нет Я согласен Проекты Дорогу Любую Чтоб увидеть Твоих Огонь Ласковый Свет Что Угонь Давно Давно я не пел Нет Это очень хорошая песня И кстати То, что тот куплет Который вы пропустили Вот этот Прикоснуться к деревьям Посаженный Это очень Может быть И не нужно Даже Знаете Я вот Тоже так Логически Я просто Буманит Да После этого Два Сразу Это Вот отдельно Поэтому Не запутался Как начать петь Одну Продолжение следует А почему Боい Продолжение следует Продолжение следует